Шалом уважаемые дамы и господа. Все мы помним СССР, Советский Союз. Это была закрытая страна, где слово вера было под большим запретом. Но все равно были люди, которые пытались каким-то образом проникнуть в СССР и что-то сделать для народа, который был беден духовно. И вот был такой Равинеров, тайец, если я не ошибаюсь, он был из Америки. Он периодически приезжал в Советский Союз. Это было в 70-х годах, очень-очень темное время, застойное. Приезжая туда, он всегда привозил литературу, которая была официально, в принципе, разрешена. Это были молитвенники, это были хумаши. Хумаш – это пятикнижие. Вот в очередной раз он собирался поехать туда, как один из посланников Любавичского Рэбе попросил его взять книгу Тани. Если бы эта книга попала кому-то из людей КГБ, то этому Равину было бы не сдобровать. Вот этот посланник Рэбе попросил его, говорит, вы можете взять эту книгу, положить в карман и не выпускать практически от себя. Не вынимать. Он с большой осторожностью и нехотя согласился. Рэбе просит, конечно. Когда ты заезжаешь в Советский Союз, в годы ты должен отметиться обязательно там, где нужно. И потом тебя периодически может кто-то проверить, за тобой может быть слежка и так далее. И вот он, как всегда, приехал, как всегда посетил официальные синагоги столицы, Москвы. И фактически в последний день, прогуливаясь по одной из улиц, он был буквально похищен. Останавливалась машина, его быстро посадили внутрь. И когда он приехал, эти люди открылись. Они считались подпольными членами еврейской организации духовной, которые старались распространять Тору, делать тайные, такие вот скрытые уроки, учить иврит. И перед ним сидели два человека, которые попросили у него извинения за вот такой вот момент, но они сказали, если бы мы открылись вам вот так вот просто на улице, то понятно, что это вызвало бы недопонимание. Один из них постарше попросил у Раввина, когда он вернется в Америку, задать вопрос Любавичскому Рэбе. Я уже много лет руковожу вот этим подпольем. Мне удалось до сегодняшнего дня сочетать нормальную советскую жизнь со скрытой еврейской жизни. Но теперь я чувствую, как меня уже берут тиски. Я вижу непонятные вещи, я чувствую слежку. Разрешит ли мне Любавичский Рэбе оставить вот этот пост, получить вызов? Тогда нужно было получить вызов с Израиля и переехать в Израиль. Другой молодой человек попросил у Рэбы благословить его. Он работает на секретном заводе. И очень-очень нередко там дают квоту нескольким буквально людям выехать за границу. В 70-е годы это разрешалось, но этих людей было очень мало. И вот сейчас он говорит, у меня есть такая возможность. Могу ли я покинуть свой пост? Могу ли я переехать в Израиль? И вот все эти просьбы выслушал Рэбин. Он хотел это записать, но они вдруг вспомнили, что записывать ничего нельзя. Он запомнил их имена, имена их матерей, чтобы Рэбе благословил. Потом они выпили по чарочке лыхаем, и Рэвин вспомнил, что у него в кармане есть книга Тани. Он вытащил эту книгу, а они буквально прыгнули на нее. Дамы и господа, наши уважаемые слушатели и зрители, должны понять, в те годы все было настолько закрыто и запрещено, что любая вещь, которую трогал Рэбе, или которая являлась еврейской святыней, ее просто обожали. И вот они смотрят эту книгу, листают, вырывают один от другого, пытаясь еще немножечко поддержать частичку святости. Старший из них вдруг обнаружил загнутый лист. «Куф Самых Бет» 162, практически в конце книги Тания, святая рука Рэбе сделала закладку. Еще задолго до того, как они задали этот вопрос, в момент передачи этой книги Рэбе уже предвидел, что эти вопросы будут заданы. И там было написано так. «И даже тому, у кого время поджимает и практически не может ждать», вот такие вот слова. И он уже понял, что Рэбе дает ему ответ. Молодой человек начал листать и увидел на 38-й странице два слова. «Лейконес леарец» – «зайти в Израиль». Дамы и господа, наша Тора говорит нам быть приклеенным, связанным с праведником. Потому что праведники никогда не подведут в нужный момент, в тяжелый момент. И всегда благословлят в хороший момент. праведник отличается от мудреца не только знанием Торы и знанием мудрости. Праведник – это Святой Дух. Это тот, кто видит и предвидит ситуацию. И очень часто практически дает божественное спасение. Он проводник между Всевышним и Его народом. Так будем же близки всегда с праведником. Всегда находиться рядом с ними, как пишет и заповедует наша Тора. Шалам-шалам.